До Нового года два дня. Тем временем город готовится отмечать. Уже сияет иллюминация, устанавливают палатки с едой и сувенирами. В этот период Госэнергогазнадзор проверяет электроустановки сцен, фудтраков и торговых точек. Электроустановки при осмотре должны соответствовать требованиям проектной документации. Непосредственно выполнены электрофизические измерения. Электроустановки, то есть розеточные группы, электрические шкафы, гирлянды должны быть подключены через устройство защитного отключения. Электропроводка должна находиться от 3,5 метров над проходом и от 6 в местах проезда. Обязательный пункт – получение допуска от инспекторов энергетического надзора. Чтобы праздники не закончились бедой, есть правило и для домашних украшений. Первое правило установки – елка должна стоять прочно и не шататься. И, конечно, подальше от обогревателей печи. А уже потом можно переходить к шарикам и мишуре. Если планируете повесить стеклянные украшения, проверьте, чтобы до них не смогли добраться дети или животные. Лучше и вовсе использовать пластиковые или деревянные игрушки. Ну и, конечно, перед тем, как повесить электрогирлянду, ее надо сначала проверить, убедиться, что она исправна. И затем уже украшать елку. Особое внимание к старым фонарикам. Обязательно проверьте изоляцию проводов. И главное, выключайте гирлянды на ночь и уходя из дома. Тогда память телефона заполнится только счастливыми фотографиями. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.